Девочки начали работу над новой коллекцией прошлой осенью. В «Строжайшие таяни» они шили костюмы для участия в 23-м национальном конкурсе детских театров моды и студии костюмов в Москве. Вдохновение для творческого проекта юные дизайнеры искали в культуре Японии. В основу магического квартала легла исследовательская работа рукодельниц по национальным костюмам страны восходящего солнца. Искали также в интернете различные, которые нам понадобятся, ссылки и так далее, картинки. Мы вдохновлялись от них, получается, рисовали свой костюм, а наш петенковый художник, он их совмещал и получилась коллекция. Готовые наряды мало похожи на самурайский костюм или кимоно. Так как готовили коллекцию к номинации архитектуры и моды, то в ней много графических элементов, традиционных японских домов и атрибутов японского театра. Обыгрывая культ маски, девушки стилизовали их и сделали более современными. Мы создали вообще свой индивидуальный дизайн для масок. То есть у нас использовано в общей сложности в коллекции около 23 масок на девочках. И если вы можете заметить, что на ней три, например, маски, и каждый рисунок на каждой маске индивидуальный. Еще один символ Японии – солнце – также присутствует в коллекции. Солнечный круг венчает маски и заполнен стилизованным японским узором. Сетка из корсетных косточек напоминает и доспехи самураев, и строение японских домов. Из Москвы соровчанки вернулись без приза, но решили не убирать коллекцию в шкаф, а представить на новых творческих фестивалях. Нам нравится результат, который получился по итогу изготовления коллекции. Девочки ее несут достойно, эту коллекцию. То есть они большие молодцы. Все мы большие молодцы. В конце апреля юные дизайнеры представили магический квартал в Нижнем Новгороде на творческом конкурсе «Точка взлета-2019» и стали лауреатами второй степени. Елена Грецкова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.